Сделала болтанку из марганцовки, золы, ложка аммиачной селитры и ведро воды. Возможно так. Это не черные пятна, это уже очень мало, а так практически чернота на всех листьях. Добавила еще фитоспорин и вот попробуем бороться, попробую, что получится. Практически обработанные листочки выглядят вот так. Видите, что внизу проглядывает желтый листок больной, но не на всех. Если ситуация не изменится, придется применять фунгицид. Надежда на фитоспорин и древесную золу, марганцовку у меня все-таки есть. Буду наблюдать. Всем молоденькие листики. Пробилось обработать этим раствором и вот эту красавицу. В надежде, конечно, что все наладится и ситуация улучшится. Даже бутоны, посмотрите, какие-то сваренные. Роза еще не смогла раскрыться. А эта роза сильно пострадала от ржавчины. Погло убрать все листья, потому что все они больные. Вот эти несколько листочков, которые я все-таки хотела оставить, и они заражены. Придется убрать. Иначе пострадает все растение. Высота розы полтора метра, но вместо красавицы остались одни стебли. И на всех кустах одинаковая проблема. Та же участь может постичь и куст, который стоит рядом. Вот такой куст розы. Поэтому и этот куст мне придется обработать. Дали мои розы из белых. Белые в крапинку. С розоватым оттенком. Надеюсь, что это купание из золы, фитоспорина, марганцовки и воды даст положительный результат. Целое ведро больных листьев я сожгу. Это опасный источник распространения инфекции. Такие вот красавицы. Надеюсь, я их спасу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!